Добро пожаловать! Это телеканал Angel TV, программа Крест Огонь. Пусть Господь вас благословит через все программы телеканала Angel TV. Последние несколько недель мы проходим уроки из школы молитвы. Мы поговорили о причине молитвы. Посмотрели определение молитвы. Мы посмотрели силу в молитве. Жизненную необходимость в духовном росте. Мы также обсудили четыре закона духовной эффективности. Сегодня мы посмотрим фундаментальные принципы молитвы. Молитва – это единственная причина для личного духовного роста, умножения церкви и евангелизма по всему миру. Прище 9.10. Начало мудрости – страх Господень и познание святого разума. Молитва – это причина духовных плодов в нашей жизни. И мы должны применять этот принцип для нашей жизни. Второй принцип. Молитва – это для нас обучение, наставление, изучение и применение с принципов царства в нашей жизни. В английском языке учить – это показывать на своем примере, изучать – это практическое применение. Научить – это когда человек получает знания, а применение – это практическое действие в своей жизни. В Луке 11.1. Случилось, что когда он в одном месте молился, пристал один из учеников его, сказав ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Если мы посмотрим дальше, то там описано, как Господь Иисус учит своих учеников молиться. Третий принцип – это молитва, это способ Бога вовлечь всю церковь в то, чтобы установить Царство Божье на земле. Мы видим в молитв 11, 22-24. Марк 11, 22-24. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет корейсии, поднимите верность море и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Здесь Иисус бросает нам вызов. Когда ты молишься и веришь, Бог это сделал. Теперь представь, если вся церковь молится. Четвертый принцип – молитва – это духовное оружие церкви, которого сатана боится больше всего. Сатана боится церкви, которая молится, и не боится той церкви, которая не молится. Иакова, 4 глава, 7-8 стих Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Здесь Иаков говорит, что если мы начнем вместе молиться, возьмемся за руки, то мы противоставим дьяволу, и он от нас убежит. Пятый принцип – церковь 21 века мало знает о молитве и игнорирует ее. 1 Царств 12 глава, 23 стих. Я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Многие верующие знают о молитве, но они не молятся. Я не говорю просто о молитве, я говорю о молитве, когда ты сконцентрирована. Следующий принцип – молитва – это твое служение. Ты должен совершать это независимо от твоих повседневных дел и твоих эмоций. У нас может быть разное настроение, но мы должны каждый день молиться и совершать Божий труд. Псалом 85, 3. «Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день». Псалом 117, 5. «И с тесноты возвал я к Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь». Здесь мы видим, как Давид иззывает к Богу, говорит, «Несмотря на весь мой стресс, я знаю, что ты ответишь на мою молитву». Седьмой принцип – молитва – это лучший способ научиться и привить в своей жизни эту привычку молиться и делать это постоянно на протяжении всех лет своей жизни. Молитва – это не то, чему ты можешь научиться и запомнить. Это то, что нужно практиковать постоянно. Мы можем прочитать книги о молитве, посетить семинары. Мы можем прочитать книги о молитве, посетить семинары, но если мы не начнем молиться, то это никак нам не поможет. Just as Jesus said to us in Matthew, the 11th chapter, verse 28, verse 29. «Come to me, all your labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lonely in heart, for you will find rest for my soul». Матфея 11, 28-29 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Начинайте молиться, это крюпит вас и ваше сердце. Давайте посмотрим на молитвенную жизнь молитвенных воинов. Вы знаете, нужно иметь свою личную молитвенную жизнь. Недостаточно молиться только за лидеров, за церкви, за весь мир. Первый принцип молитвенной жизни – это ты должен понимать ее необходимость. Каждый мужчина и женщина, который у нас сейчас сможет, вы должны осознать, что вам в жизни необходима молитвенная жизнь. Вы знаете, в вашей молитвенной жизни – это не когда вы молитесь о своих нуждах, когда вы просите Бога о помазании, чтобы Он что-то сделал. Но это время, когда ты пребываешь с Богом, когда Он возлюбленный твоей души. Позвольте процитировать Чарльза Сперджина. Есть вульгарное понятие, что молитва – очень простая вещь, обычное дело, которое легко можно сделать без хлопот и усилий. Некоторые думают, что ты просто берешь книгу с полки, читаешь несколько красивых слов, и ты помолился, и можешь ставить книгу обратно. Дорогие братья, Чарльз Сперджин говорит о том, что молитва – это не когда ты читаешь слова из книжки, а потом ставишь книжку на место. Это больше, чем это. Второе – как молитвенным воинам нам нужно понять, что Бог отвечает на наши молитвы. Позвольте процитировать Чарльза Сперджина. Мы не должны ни минуты терпеть ужасную печальную мысль, что Бог не ответит на молитву. Его природа, явленная во Христе Иисусе, требует этого. Именно поэтому нам нужно понимать, что, когда мы молимся, Бог отвечает на наши молитвы, но в его время. И как молитвенным воинам нам нужно понимать теологию молитвы. Позвольте процитировать Раульфа Херлинга. Молитва – это то, что дает Богу возможность передумать и не быть непоследовательным. Это его любимый метод проявиться в сложных и стрессовых ситуациях. Только суверенный Бог может вдохновить молиться, и только суверенный Бог может ответить на молитву. Человеческая концепция Бога таким образом определяет глубину его молитвы. Настоящая молитва начинается и заканчивается Богом, восседающим на троне. Как сказал Раульф Херлинг, настоящая молитва начинается с Бога, восседающего на троне. Я молюсь о том, чтобы это послание о молитве и молитвенных войнах было благословением для вас. Я молюсь о том, чтобы вы стали истинными молитвенными войнами, и ваша молитвенная жизнь развивалась. Давайте помолимся. Отец, я молюсь сейчас во имя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы молитвенная жизнь твоих молитвенных войн всегда была обращена к Тебе. Чтобы люди почувствовали свою потребность в молитвенной жизни. Господь, веди их, направляй и будь с ними. Чтобы все, что они делают, прославляло Тебя во имя Иисуса. Аминь. Пусть Господь благословит вас и сохранит. Если у вас есть молитвенные нужды, пожалуйста, пишите на Angel TV и в программу Крест Оконь. Мы рады вашим молитвенным нуждам. Господь да благословит вас. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!